Всем привет, ребят! У нас сегодня какая-то странная погода. Но камера не передает. Конечно, этот цвет, тучи какие-то желтоватые, знаете, такого песочного цвета. И вообще в комнате такой какой-то желтый цвет. Через камеру не видно. Небо такое пыльное, как будто пыль летает. Давно не было дождика. Недели три, наверное, у нас было солнце. Это, конечно, редкость. Младшие мои детки играют. Да, Филь? Филь, кстати, уже перегоняет Бонни. Если смотреть по спинке, то спинка у него выше, чем у нее. Вот ноготочки, поточи, поточи. Молодец, молодец. Хорошо, хоть об диван не точит. Ну, он диван нам, конечно, покорябал. Но это дело не специально. Когда они начинают играть, он запрыгивает и такие вот полоски оставляет. Так что диванчик пострадал все-таки у нас немножко. Ну и ладно. Новый купим. Вот так вот. Точим, точим, точим. Ку-ку. Какие у тебя зрачки расширенные. Когда он играть хочет, сразу зрачки у него расширяются. Опа. Так, с камерой поиграй. Поиграй с нашими подписчиками. Он с Бонькой хочет играть. Но Бонни смотрит. Вчера Бонни залезла туда в домик. Сидела там, а он подходил. Вот здесь вот он ложился снизу. И вот так вот ее лапой доставал. Я в телеграм выкладывала видео. Не давала ей посидеть. О, все, побежал. Видите, какой он высокий уже. Спинка у него выше. Так. Ой-ой-ой. Ну все, все, все. Борьба пошла. Вот так вот они по дивану бегают. Он цепляется к когтям. Бонька у нас не так царапала диван, как он. Она тоже бегает. Остаются полоски. Но потом, когда его протрешь тряпочкой мокрой, полоски уходят сразу. А он прям вот корябает. Такие вот полосочки на диване. Ладно, пошла я за Максом. Уже время. У нас уже второй раз с пустыни Сахары летит песок. Поэтому у нас уже было такое в прошлом году. Каждый год один раз. Да. Давай. Так. Маргоша забыла велосипед завести свой. Нужно завести, нельзя здесь оставлять. Ох, на следующий год у тебя прибавится книжек такой Маргариты. Рюкзак будет тяжелый. Килограмм 10, наверное. И два. Так, тут оценочки. Сухи-сюнчика. Это английский? Это по-французски. Пятерка по-английскому. Это французский. Так, кто еще не понял, какие у них оценки. А, французский. Кто еще не понял, какие у них оценки. У них 6-ти бальная система. И ставят у них, допустим, вот, видите, 5,9. Это хорошая оценка. Здесь тоже 5,2. Да? Вот это вот старые тесты. Это 4,2. Это старые. Да, это вот 4,2. И поставили. Это тоже старые тесты. А почему ты их держишь с собой? В школе не оставляйте? Я их всегда забываю. 4,3. В общем, это нормальная, да? Это хорошая. Да, это неплохая. Это неплохая оценка. Но она хватает. Это хорошая. Да, это хорошая оценка. В общем, от 4 до 6 хорошая. Ниже 4-х это уже не очень, да? От 4 до 6 это хорошее. У меня 6-ка. Злезочка. И потом у меня тут 5-ка. У них такие контрольные работы, тесты. Только вот такие вот выдают. Специальные уже, они их заполняют. Тут мы должны были слушать и цифры писать. Будем обедать. Каролина сегодня опоздала на автобус. Уехал без нее автобус. Поэтому она ждет папу. Просился с работы, сейчас за ней поедет. Так как автобус только через час поедет еще. Следующий автобус только через час. Я сварила рис. У нас чекенабицы. Нам сегодня за продуктами. Обязательно нужно. Почти пустой холодильник. Что у нас тут осталось? В общем, по мелочам. Тут молоко тоже уже. Последнее. Баночки йогурта. А я с тобой пойду. Вот. Мам, я с тобой. Тут у меня еще маскарпоне осталось. Нужно что-нибудь сделать с кремом с этим. Макс сегодня сделал в садике вот такую рыбку. Уронил ее и хвостик оторвался. Нужно еще раз прогладить утюжком. Мама, я это весь закончила. Закончила уже? Я уже делаю презентацию. Я первая, которую уже закончила. Молодец. Все они еще на 20-21. А пятой нет серии? Нет. Пятой книжки. Это не минеральная. Газированная. Все с крана не можешь попить? Так, а когда у вас каникулы будут? 1 июля? Мама, тут митвах, донасок и фрайдаг. Так, три дня подряд. Вот, у них летние каникулы начнутся 1 июля. Да? Это последний день в школе. Последний день в школе 1 июля. А начнется школа 8 августа. Ну, чуть больше месяца они отдыхают летом. Мама, берегата. Ну, зато у вас каникул в течение года очень много. Они через каждые 2 месяца, у них 2 недели каникул. 2 месяца проучились, 2 недели каникул. И плюс еще у них там праздники какие-то. Там один день, у них 2 дня выходных периодически бывает. Да, Филька? Все-таки он знаете, что сделал? Он оторвал последний цветок. Все, не осталось ни одного. Представляете, все. Нет, вот эта вот палка одна. Ее нужно вот так вот срезать и все. Может еще одна вырастет. Вот как вот? Вот ему мешал это? Хвостик маленький. Тебе мешал цветок? И он еще пальму перевернул. Пальму перевернул сегодня утром. Земля вся вот так вот высыпалась. Бедная пальма. Уже не знаю, на что похоже. Уже все ветки обгрызаны. Посмотрите. Видите, что он сделал. Вот как вот, не знаю. Еще погрыз уже. Да, распылителем, говорят, нужно. Когда в кошку брызгаешь распылителем, он сразу убегает. Ты Филиппок хулиганистый? Мама! Сейчас он это полежит. Угу. Ну что, сбрызни, это у бабушки стоял цветочек. Это не Филипп. Вот он полез, полез опять. Полез, полез. Травится ему там. Трини... Так все, давайте садитесь. Ну ты только себе делаешь. А, мадам? Трук! Всем стичь. Ему трук! А почему он желтый? Ах, потому что я фанту добавила. А тебе сноси так? Короооооооо... Она папе позвонила, и папа приехал за тобой, не переживай. Я тебе буду напоминать, хорошо? Ладно? Когда будет четверг, я тебе буду говорить, Каролина, после спорта сразу иди на автобус, ладно? Чего, моя мама, у тебя ничего страшного? Папа всегда приедет за тобой, не переживай. А вы бы что выбрали? Находиться в школе с утра до 4, до 3? Дома. Либо приходить в обед и опять уходить. Нет, ну у тебя два варианта. Чем в школу? Там. Ты хотела бы там оставаться, да, последнего? Мне кажется, лучше было бы, да, там оставаться и не приходить домой, потому что... Потому что ты на меня хочешь готовить. Нет, не поэтому. Не, просто я считаю, что когда вы домой приходите, вы расслабляетесь, и потом вам просто не хочется идти. Мне кажется, лучше было бы уйти утром и уже прийти в 3-4. У меня там тоже нету. Тогда и мне хорошо, тишина дома. Ну почему там пол? Бонни, хватит. Тебе так? Хочешь, хочешь, хочешь. Саша, ты добиться сайта. Ты видела, как она постичала? Лучше меня скопировала. Там что, так холодно, что ли, что ты в куртке? И в шапке, и с капюшоном, и всё. Не хочу в школу. Полное снаряжение у Ксюши. Пока. Маргоша уже уехала. Каролина уехала. Тест. Давай. Я осталась у нас с Максом. А где Макс? Филька лежит. Макс! Ты постель почему не заправила? Скажи, где спит у нас Ксюша. Здесь вот Ксюша спит. Сама. Да, Ксюшка отдельно. У Ксюшки тоже своя комната. Вот он такой маленький рентурчик. У нас четыре комнаты. Тут бабуля, тут Маргарита, Ксюша и... Ты что кашляешь? И всё. Тут у нас кухня. Здесь у нас прачечная. У нас тут стиральная машинка. В общем, тут всякое барахло у нас лежит. Вот. И всё. Гостиная и столовая. Филиппа. И наш двор. Мы живём на первом этаже. И Филька на ковре тут лежит. Четырёхэтажный дом. Кто живёт на первом этаже, у того свой двор. А что тут жарко? Нет, не выпусти собаку. Вот. У нас четырёхэтажный дом. И вот напротив тоже стоит дом. Всё жарко. Четырёхэтажный. И у каждого свой двор, кто на первом этаже живёт. Вот это вот всё наше. И это тоже наше. Вот. А там у нас соседи. И там тоже у соседей свой двор. Я сижу, рисую. Пока никого нет. Пока мне никто не мешает. Сижу, рисую. Не знаю, что. Взяла я такой маленький скетчбук свой. Тут я уже первую страничку что-то пробовала рисовать. Ну, здесь всё-таки я решила, что буду карандашами рисовать. Потому что бумага такая желтоватая. И маркеры мне не нравятся, как ложатся. В общем, не знаю. Сижу, просто рисую. Отвлекаюсь. Вот. Гладик получился такой. Рисование, кстати, меня тоже успокаивает. Рисование меня тоже успокаивает, кстати. О, кто-то пришёл. В этот день я уже собираюсь записать видео новое на мой канал. Нужно поехать купить шлейку и попробовать его выгуливать у нас в саду. Потихонечку. Да, Боня, вместе будете гулять? Да? Смотришь. Ему страшно, он боится. Но сам, когда сам он идёт, ему не страшно. А если его несёшь на руках, то он начинает выпрыгивать, царапаться. Ну что ты лезешь? Я с ним играю. Боня. Боня, я с ним играю. Атака. Атака. Атакуешь, что ли? Или ты ревнивая? Она ревнивая, скорее всего. Она хочет, чтобы с ней поиграли. Да? Ты хочешь, чтобы я с тобой поиграла? С двух сторон бы тебя атаковали. Ой, всё, всё, всё. Ну что вот это такое? Вот смотрите, что такое остаётся. Белые полосы. Но это потом вытирается всё. Бонька, она особо не царапает диван. Это только Филька. У неё не такие острые. Видите, она только оставляет вот эти полосы, но они потом тряпочкой протрёшь, их не будет. А Филька уже он царапает. Конкретно своими когтями. Да, Филька? Сейчас он спрячется, спрячется. Бонни! Спрятался. Бонни, ко мне! Сейчас вот она вот тут заскочет. Оу! Ай, Филька, ты чего? Я думала, он прыгнет. Он обычно там прячется. А потом, когда она пробегает, здесь вот он прыгает на неё. Так, мы поехали за продуктами. Папа наш приехал с работы, и мы сразу. У нас мало времени. Ку-ку! Макс, как всегда как хвостик с нами. Почему ты не в кресле сидишь, Макс? А? Я даже не посмотрела, что ты не в кресле. Сейчас закупимся. У нас есть один час. У нас есть один час. Надо его мыть! Смотрите, у нас вся машина в таком песке. После пустыни вся машина вон. Песок. Мыть надо. Оранжевый песок. Мы только помыли её недавно. Видите, смотрите. Пойдём. Мы забыли взять монетки, и вот мы идём с корзинками. И много не сможем купить. Да? Пойдём дальше. В общем, сейчас возьмём на сегодня, на завтра. Самое необходимое. Маме, бабы. Чего? У папы есть уже это. Я тут решила подкорм сделать. У нас машинка не работала одно время, а всё заработало почему-то. Сделаем подкорм. Бася! Она прям как в них, пар идёт, горячая. Вон, пошла, пошла. В общем, сегодня мы не смогли взять тележку, так как у нас не было монетки с собой, и наличных не было с собой вообще ничего. Поэтому мы взяли только вот на сегодня и на завтра до вечера. Такая вот кулечка была. Крупненькая. Так, салат уже готовый, нарезанный. Только соус добавить нужно. Взяла спагетти и вот такая вот филе. Куриное филе уже нарезанное. Сейчас я пожарю. Редные консервы в салат добавить. Так, что ещё взяла? Так, ну и взяла молоко и колбаску на завтра позавтракать, сыр и всё. В общем, завтра придётся опять ехать, закупаться. Будем села ужинать. Сделала вот такой вот подлив с корочкой, с морковкой, с горошком. Вот. И кто-то будет из сритна, кто-то со спагетти. Маму как нравится больше. Ну, что-то вы тут устроили себе. Свернули все матрасы на пол. Ну, даёте. Он думал... Маму, пурите. Что-то приятно. Давай быстрее пижамку надевай и зубы чистить. Где? Теда. Что за паскет? Так вот ещё есть. Выдавливай до конца. Ну, очисти, а потом проверим. До конца, да? Давай. Мам, я не хочу. Я знаю, что ты не хочешь в школу, но надо. Надо. Мам, мне пока ничего нет. Можно не пойти? Выгули её, или ты выгуливала? Она вчера в туалете накакала. Она мне уже насрала. Она вчера в туалете накакала на коврик. И что? Ну, хотя бы на коврик они напали. Ты видишь, научилась. Не нужно нак... Ой, что-то нам она нашла игрушечку свою. Тай. А может быть, это кошак? Нет, это Бонька. Я знаю, у них какашки разные, по-разному воняют. Я уже по запаху различаю, к чьё это. И кот никогда... Вот кот ещё за все свои вот эти вот... Сколько месяцев? Четыре месяца он с нами живёт, ни разу нигде не накакал. Пять, шесть. Нет, ему шесть месяцев, но он с нами четыре месяца живёт. Он же не с рождения с нами. Он ни разу нигде не накакал, он не написал. А вот это вот, мадам... Хотя её выгуливаешь перед сном, но она всё равно. Почему собаку тоже нету такого тазика? Нет, почему можно сделать собаке тазик тоже? Приучить её тазику. Она взял... Маленьких собачек... Нет, маленьких собачек приучают. Вот такие? Есть такая. Нет, я имею в виду маленьких вот таких вот. Не больших, как там лабрадоры, овчарки. Она же раньше на пелёнку ходила. И всё. Я хочу... Десять часов, пустые. Ну что, спад всех уложила. Теперь буду заниматься уборкой на кухне, как всегда. Посуду загружу. Загружу машинку. И... И тоже отдыхать. Субтитры создавал DimaTorzok Время у нас уже почти полдвенадцатого. Завтра опять придётся поехать за продуктами, потому что сегодня совсем мало взяли. Кстати, у нас уже начинает свистеть... Ой, да кто так кричит так? Пика. Пика. Что? Сам себя развлекает. Вот. У нас уже весна. Я так думаю, уже начинает свистеть сакура. И, скорее всего, может быть на этой неделе, не на следующей неделе съездим мы в Цюрих, в центр города. Там очень красиво цветут деревья, особенно сакура, и все ездим в лоб, поснимаем. Рисунок я свой дорисовала. Не знаю, что получилось. Такая вот ерунда получилась. Слышу, там кот пошел в туалет. Пойду уберу после него спать. Так что, ребятки, всем спокойной ночи. Увидимся в следующем видео.